В Алдане положительными тенденциями отмечают ситуацию с заболеванием туберкулезом. Если ранее здесь ежегодно выявляли около 30 случаев, то прошлый год показал, что люди болеют этим недугом вдвое реже. Что способствует положительной динамике, расскажут мои коллеги из Алдана. Рабочий день у Светланы Светличной начинается рано. Светлана Евгеньевна – медсестра алданского противотуберкулезного диспансера. Выдача таблеток, инъекции и капельницы, забор анализов – все действия доведены до автоматизма. Сейчас работы сравнительно немного, больных становится меньше. В Алданском районе эпидситуация характеризуется положительными тенденциями. В большом количестве случаев туберкулез выявляется на начальных стадиях. Это свидетельствует о том, что люди учатся относиться к своему здоровью грамотно и бережно. Флюорографию необходимо проходить ежегодно. Повышается число поселений или населенных пунктов района, свободных от туберкулезной инфекции. На сегодня их 12 из 19. Бытует мнение, что туберкулез – удел только тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Это не так. Микобактерия Коха одинаково беспощадна ко всем. Однако ослабленному организму сложнее противостоять инфекции. В тех точках на карте района, где туберкулез регистрируется, в тезиатры проводят планомерную профилактическую работу. По итогам прошлого года проблемными, на мой взгляд, является город Томот. Там заболеваемость возрастает. Причем меня беспокоит то, что случаи чаще всего запущены. Лучшей профилактикой туберкулеза в тезиатры называют здоровый образ жизни. Клинически излечившемуся человеку необходимо особенно тщательно заботиться о здоровье. Между тем, как показывает жизнь, готовыми к этому оказываются далеко не все. Пяти человек, которые не столь давно прошли курс лечения в туберкулезной больнице, уже нет в живых. Трое погибли в пожаре, двое замерзли. Несчастные случаи произошли по вине самих умерших. Все они в те роковые для себя дни были в состоянии алкогольного опьянения. Эти пятеро судеб не попали в отчеты о смертности. Однако данное обстоятельство медиков не радует. Им горько от того, что победа над недугом имела столь низкую цену. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.